Добрый день, друзья! Добрый день! Это видеоблог «10 минуты жизни в Канаде» Владимир. И Ольга, ты забыла память, и что? И Ольга. У нас сегодня философский выпуск. Мы будем рассуждать о том, что такое канадская мечта, есть ли она в принципе, чем она отличается от украинской мечты или американской мечты. Отличается ли она от них? С точки зрения человека, который пробыл здесь пять лет, как мы видим, что важно для канадцев, к чему они стремятся, что они хотят? Начнем с самого такого тривиального. Каждый канадец имеет свою любимую спортивную команду, будь то хоккей, бейсбол, футбол, баскетбол, софтбол, еще есть виды спорта. В основном, конечно, это традиционные виды спорта, как хоккей, баскетбол. Если говорить о баскетболе, то в прошлом году Торонто Raptors взяли мировой кубок, и это было таким грандиозным событием. Весь город на ушах стоял, только город, наверное, вся канада, в принципе, отмечала вот это знаменательнейшее событие. Толпы людей на улицах, это и каждый матч, они все приближались к этой заветной победе, и тут такое творилось, просто это то, о чем люди говорили нон-стоп, это то, что когда закончились футболки с надписью Raptors, закончились всякая вообще другая атрибутика, и людей вышло, когда они праздновали просто огромная толпа, и все праздновали, и мне как человека, который спорт вообще не смотрит и не поддерживает, было интересно понаблюдать со стороны, вот, но да, здесь они вот любители спорта, они любят, у них обязательно у канадца есть спортивный канал, даже если ты покупаешь подписку на сто каналов, из них всего пять спортивных, ты платишь за все это, и вот для них посмотреть игру, выпить пиво с друзьями там, это для них просто какой-то такой вот must-have, поэтому некоторые или даже многие мигранты, приезжая сюда, они везут с собой как бы свои вещи, свои предпочтения спортивные, и они пытаются как бы ассимилировать с местными канадскими реалиями, не всегда это получается, допустим, индусами привезли сюда крикеты, часто можно видеть на всяких парках, как они играют в крикет, если говорить о футболе, европейском футболе, в связи с тем, что здесь он называется сокер, и он здесь более популярен, чем традиционный американский футбол, потому что здесь много эмигрантов из европейских стран, которые любят футбол, умеют играть в футбол, здесь множество секций футбольных, кстати, намного больше. Очень такой странный момент, очень много секций футбольных, но команда сама по себе, вот как бы футбольную команду Торонто. FC Торонто, ты что? Сразу не видно болельщика. FC Торонто в прошлом году заняла то ли первое, то ли второе место в североамериканском чемпионате. Упси. В общем, они себя нормально показали. На уровне мира они еще пока звезд не хватают. Думаю, это все впереди. Ну, в общем, футбольных полей у них здесь, причем активных, классных, ну, сокерных полей, очень много. Все, что касается спорта, вот они, вообще как бы спорт, еще не только они любят смотреть, для них очень важно, чтобы ребенок участвовал в каком-то спорте. Обычно это какой-то recreation, то есть чисто для фана спорт, либо какой-то соревновательный вид спорта. Но вот они считают особенно, что должна быть командная игра. То есть, во-первых, а, как я слышала, для них это интересно наблюдать, когда команды сражаются. Во-вторых, это учит как бы ребенка быть частью команды. То есть я практически, если все там русские, украинские больше нацелены на, для детей, мне кажется, на какие-то умные курсы, да, там какие-нибудь, не знаю, математика, письмо или все остальное, то есть канадцы больше нацелены на спортивное образование, такое спортивное развитие детей, потому что, как бы, школа даст все остальное. Ну, и не только спортивное, еще и умственное, поскольку второй, наверное, мечтой канадца является, чтобы дети получили достойное образование. Канада по праву считается одной из лидирующих стран в мире по количеству людей с высшим образованием, будь то колледжи, университеты и так далее. И государство, в принципе, делает все, чтобы людям помочь образовать своих детей. Если даже, в принципе, образование здесь все платное, есть какие-то программы по поддержке людей из малоимущих семей, но даже говоря об этом, что люди обычно начинают собирать деньги на колледжи с самого рождения, и государство еще, вот если вы собрали там две с половиной тысячи в год, отложили ребенку на обучение, государство дает еще 20% от этой суммы, не больше, чем 500 долларов в год, и вот вы откладываете деньги с самого рождения, 15 лет, и к моменту уже выпуска обычно в хороших ситуациях у детей уже есть какая-то нормальная сумма для того, чтобы можно было бы оплатить колледж или университет. Обычно там собирается под 50 тысяч, чего в принципе хватает на любой университет. Обычно, да, это если у вас все хорошо всю жизнь, вы начали собирать с младенческого возраста, деньги лежат на каких-то инвестиционных счетах, и они работают. То есть в принципе, если нет такой возможности, там дети иммигрантов, многие, они могут работать с 12-14 лет, и часто можно увидеть их в старшекласснике. Многие старшеклассники подрабатывают, зарабатывают себе на образование. Если говорить о колледже, то колледжи в принципе достаточно доступные. Там три года учения в канадском колледже будут стоить 15 тысяч долларов для местных жителей. Для иммигрантов, которые не имеют статуса PR, это будет стоить в три раза дороже. Соответственно, как бы выгоднее уже здесь учиться, когда есть местные документы. Плюс всегда можно взять кредит на учебу, и многие люди этим пользуются. Кредиты на учебу, они достаточно доступны, легко даются, в принципе, без проблем. Какая еще у нас есть мечта канадская? Самое главное, да, еще одна из главнейших канадских мечт, это быть mortgage-free. Это быть человеком, который полностью выплатил все свои долги по недвижимости, и теперь может лежать у себя на бакярде, на какой-нибудь диванчике, курить марихуану, пить киво, вообще, удослаждаться жизнью. В общем, не тратить каждый месяц. Потому что 90% людей в Канаде покупают недвижимость, а, наверное, больше, чем используя кредиты. Практически все, кто покупает, использует... Потому что там выложить миллион долларов на дом, понятное дело, очень сложно. Поэтому люди залезают в долги на 20-30 лет и платят ежемесячные платежи. Надо заметить, что здесь mortgage-рейты, ипотечные кредитования, оно достаточно низкие, имеет порог, особенно сейчас. Сейчас 2% в год. 1,7% можно найти в год. То есть, в принципе, и рынок такой достаточно активный. И многие очень, те, кто правильно подходил к инвестициям и собрал себе пенсию, инвестировал там деньги в течение всей жизни, плюс недвижимость. Вот одна канадская мечта тоже купить задешево и продать его через 20 лет за очень дорого. Продают дома, покупают меньше квартиры, которые легче обслуживать, и едут куда-нибудь во Флориду жить по полгода холодно-канадскую зиму. Еще одна канадская мечта – это жить в теплых краях. Потому что очень много канадских пенсионеров, они полгода живут в Канаде летом обычно, а полгода живут в Америке. По документам, кстати, тоже они могут только полгода находиться. Иначе они потеряют, да, без пенсии. Иначе им надо будет туда-сюда кататься. Раз, дважды в год канадские пенсионеры устраивают перелеты на юг, как перелетные птицы. Так их и называют, да, эти южные птицы здесь. Покупают недвижимость в Майами обычно, иногда в Мексике, иногда на Карибах. И, в общем, все прекрасно проводят пенсию в теплых краях. И это тоже является одним из таких канадских, канадских, таких сигнификант путей жизни. Но они любят, они хотят иметь пенсию, то есть выйти на пенсию для того, чтобы начать наслаждаться жизнью, путешествовать, путешествовать по миру, в ту же Америку или то же самое по Канаде. Купить какой-нибудь трейлер и ездить на трейлеры. То есть это то, что они могут себе позволить, когда они моргичат. Но при этом они не рассчитывают на пенсию как таковую. Пенсия здесь есть, она примерно 1000-1200 долларов в месяц. Ее, в принципе, на продукты хватит не более. Поэтому люди здесь зарабатывают всю жизнь, инвестируют, инвестируют в акции, в недвижимость. Какие-то пенсионные программы от компаний, где работают. И на какую-то сумму небольшую покупают квартиру, которая стоит 1300-1400. И остальные миллионы накопленных денег прекрасно себя чувствуют и путешествуют по миру, ездят в круизы и так далее. Но опять-таки это такой happy pass, это когда для людей все хорошо сложилось. То есть если понятны другие крайности, мы не говорим, что это мечта. Это то, о чем люди мечтают. И то, что многие реализовывают, самое главное. Вот еще одна из канадских мечт, наверное, это проводить какие-то семейные праздники, которых здесь огромное количество. Самый главный праздник в году, понятно, это Рождество. Потом менее по значимости там всякие Хэллоуины, Canada Day, Victoria Day, Thanksgiving Day, Mother's Day, Father's Day. В общем, тут очень много праздников. Я через 5 лет не все их знаю. Ты так не знаешь на гражданство. Да, в общем, и эти все праздники имеют свои традиции, имеют свои пути и способы отмечания. В общем, все собираются за семейным столом, украшают дома и ходят к родителям. Украшение домов, это, кстати, отдельная тема. Мне кажется, надо видео снять на него, потому что здесь украшения постоянно, начиная с осени. Ну, кстати, мы даже покажем, как люди к Хэллоуинам готовимся, походим. У нас вот есть в доме, рядом с домом пару интересных домиков, которые стоит показать. Люди фанатеют, просто с ума сходят, украшая свои дома и тратят на этом иногда даже тысячи долларов. Но следующий большой по наряжаемости, скажем, праздник – это Крисмас. Это тоже начинается с середины ноября. Вот сразу Хэллоуин закончился, люди убрали, недельку подождали. Все, потом пошли всякие Крисмас-парады, Санта-Клаусы. Люди начинают наряжать внутри елку. То есть где-то увидеть 15 ноября в доме в чем-то елку – это окей вообще, абсолютно нормально. Вот. И это как-то так классно, и создает такое ощущение праздника, и еще создает ощущение, что людям, в принципе, не о чем волноваться. У них одно волнение – как красиво украсить свой дом, или красиво сделать клумбу на фронт-ярде. И это круто, я считаю. И все это сопровождается таким безудержным шоппингом. Канадцы очень любят покупать разные вещи. Такая нация потребителей, можно сказать. Есть возможность покупать, и они этим прекрасно пользуются. То есть шоппинг-моллы забиты людьми обычно. И многие еще недорогие. Допустим, в будний день, в 11 утра зайти в любой молл, и там будут толпы народу. Это непонятно, что они вообще там делают, почему они не работают. То есть это реально ситуация в Канаде. То есть и в крупных городах особенно. Люди любят эти деньги, имеют такую возможность. Люди очень много выбрасывают, ну, то что выбрасывают, отдают какой-то донейшн, вещи. Они легко расстаются с какими-то вещами, там мебель, телевизоры, то есть все что угодно. И точно так же легко покупают себе новые вещи. Что еще, можно сказать, канадская мечта? Не знаю, наверное, проводить какой-то, вот как мы говорили, семейные ужины, иметь work-life balance. Плюс любят достаточно спортивная нация канадца. Здесь намного меньше можно встретить таких упитанных людей, чем в Америке. Люди следят за здоровьем, любят активный отдых, каяки, байдарки, велосипеды, хайкинг, все что угодно. То есть связано с активным отдыхом на природе. Здесь очень популяризируется, очень популярно. И в принципе здесь... Я сегодня с утра бегала, у нас вроде как и туман, и все. Куча людей на велосипедах целыми группами. Те, кто кто-то ходит, кто-то бегает, кто-то с фотоаппаратами там бегает, этот туман фотографирует. То есть люди все время. Да, люди, кстати, по поводу хобби тоже. Каждый канадец имеет свое хобби, можно сказать. И есть специальные магазины для хобби людей. Интересное хобби, которого точно нет в Украине. Наверное, есть. Ну, мало. Это, например, bird watching. Когда люди бегают с такими огромными объективами и снимают птичек. Достаточно. Идиотское занятие. Сейчас оскорблю половину Канады. Людей много этим занимается и бегают за птичками, и наблюдают за живой природой. Это тоже один из показателей. То, что людей все хорошо, им остается только осмотреть. То есть у них нет огородов в основном, да? То есть они фермеры. То есть они не проводят с горбатыми там на даче, они этим не занимаются. Они украшают цветочки на бакьярде, они ходят смотреть птичек, они ходят с собаками. Они очень любят парки с собаками. Собака – это еще одна такая мечта, наверное. Очень много парков для собак. То есть то, что у нас, наверное, разостроилось давно в классных местах, там просто приходят собачники. И такие парки, ну не знаю, ну там каждые 10 минут проезда на машине, ты можешь найти такой парк. То есть их много. И люди идут с собаками, как будто как с детьми. Собака – член семьи или 100%. Да. И даже в нашей семье. В общем, что еще интересно? Наша собака – член семьи больше, чем я иногда. Ну, они вообще, мне кажется, любят просто enjoy life. И они вот многое делают для фана. Вот типа, вот ты пошел на какие-то детские кружки, у тебя был фан, тебе было хорошо. И в то же время они ответственно достаточно относятся к работе. Поэтому, да, мне кажется, хорошо будет иметь канадскую мечту. Да. Ну, здесь нет вот такой мечты, как в Америке, допустим, достигнуть всего самого нуля и стать президентом Америки. Здесь очень такой семейно расслабленный образ жизни. Люди не стремятся заработать в середине мира, не стремятся иметь свой… Наверное, стремятся быть счастливыми. Да, необходимый достаток для того, чтобы содержать семью, для того, чтобы вырасти детей, для того, чтобы попивая пивко, там, сидеть и жарить барбекю у себя на бакьяр, несмотря при этом в любимую спортивную команду. Это и есть, в принципе, канадская мечта. Подписывайтесь на канал, мечтайте, неважно, какую мечту, украинскую, канадскую, американскую, мировую. Мечтайте. Мечтайте, добивайтесь своих желаний, исполнения своих мечт, и все у вас получится. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok